всем привет мои хорошие и сегодня у нас следующая белая вариация фаленопсис эквестрис это ауреа или на английском ее еще называют ореа часто я слышала так как у меня сейчас нету цветущих аурей моих да то я вам решила показать старые свои видео как она цвела и сверху наложить озвучку собственно об этой вариации надеюсь вам понравится такой новый формат для видео и не примелькались вам еще мои старые видео по ауре и конечно же будут фотографии не без этого очень часто сейчас эта вариация встречается кстати под названием фаленопсис эквестрис альба yellow lip это на самом деле неправильное название так очень часто поставщик описывает именно цвет цветка но это не является зарегистрированным или альтернативным названием досада конечно что так происходит но уже как есть и правильное название мы помним это вар ауреа пара ауреа от латинского ауреус золотой или желтый у этой вариации эквестриса чисто белые лепестки с контрастирующей просто безумной шикарной желтой губой кристенсан в своей монографии издание 2001 года если я сейчас не ошибаюсь пишет что это достаточно новая форма еще полностью не изученная и очень желанная многими коллекционерами по особенностям куртины никаких отличий не замечено от себя скажу что все мои фаленопсис эквестрис ауреа имели более закругленные листья обычно а размер самого кустика средний или чуть крупнее от номинальной формы мелких ауреи честно говоря у меня не было ни одной и также я честно говоря ни у кого и не видела особо мелких они такие ребята побольше деток ауреи дают опять-таки по моим наблюдениям и по наблюдениям за рынком как вот появляются детки эквестрисов то дают они их не очень охотно но все-таки да дают и у меня тоже когда-то было вот в первой коллекции помню детка так но вернемся опять к цветку форма в основном номинальная есть очень редкий очень ауреи лака стайп с закругленными цветами но видела я их в основном только у зарубежных коллекционеров и опять-таки в основном это были американцы в европе может быть у кого-то парочку я и видела возможно петры пилс по моему в германии она живет где-то в европе но не факт в основном это вот у американцев я видела такие варианты и так калус у ауреа желтый может быть насыщенно желтый может быть светло желтый в общем то цвет губы и калуса может варьироваться разные оттенки желтого губа может быть с белой окантовкой может быть полностью желтой может быть окрашенной наполовину или две трети и окрашена она обычно равномерно но я видела фото где желтый цвет бледнеет кончику то есть он начинается таким насыщенным желтым у калуса их кончику бледнеет но честно говоря вот очень очень мало я подобного встречала но все-таки есть чаще всего губа крупная пузатенькая такая вот расширяется и потом сужается к низу такое сердечко общем более округлая часто губка не вытянутая не сильно похоже на такую номинальную скажем так форму разверт цветка обычно три три с половиной сантиметра для эквестрица это достаточно крупный цветок плюс еще конечно же сам цвет до белый делает цветок визуально для нас для восприятия крупнее также иногда можно встретить пилоричную форму у меня была конечно же фото выглядит это конечно просто шедеврально и ох я надеюсь что когда-нибудь у меня снова появится такое чудо а очень узнаваемая вариация которую в общем то невозможно не узнать или спутать с какой-то другой поэтому особо больших описаний к ней нету все очень коротко и сухо но действительно она бросается в глаза и действительно вы когда видите вы точно знаете о это ауре и ничего другого это вот точно и конечно же я рекомендую в коллекцию она вот действительно притягивает взгляд действительно контрастная очень светлая очень солнечная и замечая опять-таки по реакциям на мои фотографии комментариям то вот ауре чаще всего наводит больше всего фрора наверное с ней могли сравниться за время только мой фаленопсис эквестриз без 100 и фаленопсис эквестриз оранж вот вот так вот да ну что ж на этом все я надеюсь вам было полезно и интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь этим видео с друзьями сейчас уже в конце появляются можно перейти в альбом в плейлист с информацией про все фаленопсис эквестриз где собираю для удобства также заглядывайте в описание там всегда очень очень много всего интересного и что ж сохраним все вместе красоту природы для будущих поколений чтобы до них тоже дошли эквестриз и в живую и на этом уже совсем все всем солнечных дней пышных цветений и пока пока